IT-технологии, глобальные сети передачи данных, спутниковые операторы, достижения информационной революции, без которых немыслима жизнь в 21 веке, можно увидеть на выставке «Связь-2017». Открытие экспозиции прошло в рамках Российской недели высоких технологий. Участниками события стали компании из 22 стран мира. Хочу отметить растущий авторитет Российской недели высоких технологий, который является одним из главных отраслевых событий и компетентной площадкой для укрепления профессиональных контактов, конструктивного диалога власти и бизнеса. Мы по праву можем гордиться российскими компаниями, которые запускают спутники, которые ведут дистанционную диагностику Земли. Это российские компании, это Т-платформы, это «Газпром» космические системы, это «Микрон». Выставка «Связь» является крупнейшей в Восточной Европе экспозицией продуктов и решений в области информационных технологий и телекоммуникаций. Спутниковая связь, интернет-технологии, телевидение и радиовещание. Предприятия из Франции, Финляндии, Великобритании, Китая и, конечно же, России представили современные разработки. Вот уже более 20 лет неизменным участником выставки является отечественная компания «Газпром» космические системы. От Юго-Восточной Азии до побережья США, от Европы до Африки, буквально разные стороны света объединяет спутниковая связь компании. Огромную зону покрытия на различных континентах обеспечивают четыре спутника «Ямал», работающие на геостационарной орбите Земли. Управление орбитальной группировки осуществляется из телекоммуникационного центра, расположенного в городе Щелково. Благодаря работе космических аппаратов в более чем 100 странах мира предоставляются спутниковые каналы связи и широкополосный доступ в интернет. На всю Россию транслируется порядка 250 телеканалов. Мы участвуем в реализации федеральных целевых программ, мы несем некую социальную нагрузку, способствуя сокращению цифрового неравенства в нашей стране. Поэтому это тоже важный аспект и важный повод поучаствовать в этой выставке. Договариваемся о новых контрактах, о новых услугах. На выставке компания не только подводит итоги за прошедший год, но и рассказывает о перспективах. В 2018 запланирован запуск спутника Ямал-601, который заменит на геостационарной орбите в своем роде ветерана Ямал-202. При этом он не только примет на себя его объем работы, но и благодаря новому диапазону частот и многолучевому покрытию существенно увеличит мощность сигнала. Это откроет новые возможности в распространении массовой услуги спутникового широкополосного доступа в интернет, которую сейчас компания отрабатывает в том числе и на Газпромовских вахтовых поселках. Мы по поручению нашего акционера Газпрома решаем эту задачу, во многом, опять же, которая носит социальный аспект такой. Ну и после запуска нового спутника, который специально будет ориентирован на эту услугу, мы полагаем, что она станет действительно массовой. Несмотря на достаточно высокую конкуренцию на рынке спутниковой связи, Газпром космические системы продолжает показывать уверенный темп развития. В 2016 году доходы компании выросли на 9%. В недалекой перспективе предприятие планирует шагнуть за рамки операторского бизнеса, открыть собственное производство космических аппаратов, которые разместятся также в Щелкове. Сейчас завод находится на стадии проектирования. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.